Всем привет! Я рада вас приветствовать на своей кухне. Всегда весело и здорово отмечать праздники, особенно если день рождения или юбилей отмечается в определенной тематике. Сегодня как раз для такого праздника я оформляю двухъярусный кремовый торт. Тема будет Советский Союз. Итак, начинаем оформлять торт. Начинаем сборку двухъярусного торта. Торт будет покрыт творожным кремом. Два яруса у меня уже выровнены ганашем. Верхний ярус стоит на картонной подложке. Собирала я его также на этой картонной подложке и посередине вырезала отверстие. Как я собираю мастичные двухъярусные торты я уже много раз показывала, а вот кремовые все никак не удавалось снять. Начинка у меня здесь чередование шифонового классического бисквита и шоколадного. Крем пломбир на желтках, я давала уже рецепт. И также еще имеется хрустящий слой, тот самый, который я делала в торте похрустим. Верхний ярус у меня молочная девочка, также с кремом пломбир и с фруктами. Теперь посередине вставляю шпажку и протыкаю шпажкой подложку. Укорачиваю ее примерно до середины верхнего яруса. И промазываю ганашем. Как только промазали ганашем, сразу же ставим второй ярус, так как ганаш на холодном торте застывает. Вот именно для этих целей мы и делаем отверстие в подложке. Ставим ровно посередине и уже смотрим здесь со всех сторон, чтобы все было ровно. Вот эти дыры можно закрыть ганашем сразу. Тем самым мы еще дополнительно скрепим нижний и верхний ярус. Так, и теперь, если выступил конденсат на ганаши, то отправляем в холодильник. Если же нет, у меня достаточно сейчас прохладно в кухне, я подготовилась к съемочному процессу. То конденсата нет, начинаем сразу выравнивать кремом уже собранный торт. Творожного крема я приготовила полторы порции на покрытие этого торта. Начинаю покрывать, как мне удобно. Мне удобно сверху. Кому-то, если удобно, боковину сначала покрыть кремом. Начинаем, значит, с боковины. Несколько раз прошла с шпателем и уже вижу, где нужно добавить крем. Добавляем его и опять будем выравнивать шпателем. Теперь то же самое со вторым ярусом. Отправляю в холодильник минут на 15 и затем смогу окрасить торт. Если вы хотите где-то подправить крем, это можно легко сделать, когда крем будет уже застывший. Прежде чем доставать торт из холодильника и его начинать уже окрашивать аэрографом, я приготовлю сначала краситель. Это у меня какой тут красный. И еще я буду бордовый использовать цвет. Разбавляю водкой. И я уже говорила, что водка быстрее испаряется и никакой лишней влаги на креме не остается. Заливаем краситель и будем пробовать сначала на бумаге. Все, теперь прям с холодильника торт начинаем окрашивать. Окрасили торт. Вот такой по-комсомольски красный он получился. Я конечно понимаю, что есть противники красители, но если вы хотите красный торт, то свекольным соком здесь не обойдется. Обязательно будете использовать краситель. С подложки краситель легко убрать с помощью салфетки. Если даже где-то уже есть подсохшие части красителя, то можно ватным диском смоченным водки протереть и все легко отмывается. Я считаю, что вот такой вариант окрашивания крема он лучше, так как мы меньше используем красители, нежели окрашивать весь крем полностью. И если даже у вас остался крем, то он остался неокрашенным и вы можете применить его в оформлении какого-либо другого торта. Если у вас, к примеру, два или три торта на один день с одинаковым кремом. Я отправляю уже окрашенный торт в холодильник. Сколько часов он у меня там простоит без какого-либо покрытия, без коробки, без всего. Я потом скажу позже, уже завтра. Оформлять я его буду пряниками, то есть пряничными топперами и леденцами. Также у меня еще будут использоваться в оформлении меренги. Я объясню, для чего я это все делаю, почему я его отправляю на ночь, а не сразу начинаю оформлять. Для того, чтобы показать вам, что ничего с этим кремом не случается за долгое время в холодильнике. А я считаю, что простоять ночь в холодильнике кремовому торту это достаточно долго. Он не трескается, как крем-чиз, то есть краситель нигде не потечет после того, как выступит конденсат. Краситель сейчас уже моментально уже водка испаряется и остается только вот тонкий слой красителя. Отправляем в холодильник. Сделала уже сладкие заготовки, которые будут на моем торте и остается лишь немного доделать. Это у меня сахарная бумага. Приклеивать сахарную бумагу на леденец я буду гелем глянец. И так все шесть штук. Также на гель глянец я буду прикреплять сахарную картинку на пряничный топпер. Пряники звезды я покрою сухой кистью кандурином золотым. Также у меня будет число 55. Это также пряники. И на одном я нарисую звезду золотым красителем, а на другом серп и молот. Торт достаем с холодильника и начинаем оформлять. Торт в холодильнике без какой-либо коробки у меня простоял 15 часов. И как видите никаких не трещин, вообще никаких дефектов на нем нет. Начну я с леденцов. Вставлять пластиковую трубочку я буду прям в торт. Поэтому ошибок быть никаких не должно, чтобы у нас лишних дырок не было на торте, на креме. Смотрим, чтобы леденец не касался крема. Между первым и вторым ярусом прямо посередине у меня будет комсомольский значок. Дальше звезды и меренги я буду укладывать на свое усмотрение, так скажем. В прошлом видео с леденцами вы спрашивали, не липнут ли леденцы. Делала я их вчера. Они у меня просто стояли в пенопласте при комнатной температуре. Ничего не липнет. Я их тут немного разломала, чтобы также добавить на торт в качестве вот таких вот стеклянных элементов. Я надеюсь, это видео будет для вас хоть чем-нибудь полезным. Я как всегда желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго!